всем привет сегодня суббота то ли 21 февраля то ли что-то в этом вроде мы едем погулять и вот оля перепарковывает машину свою вот с нашего места которые нам присвоено на парковку визитор так как моя машина стоит на визиторе и пока мы вернемся визиторы здесь могут быть заняты и чтобы просто не парковаться где-то там далеко то пока визитор свободный оля паркует свою на визитор она моей поедем и потом как приедем вот там запаркуемся едем мы в парк погуляем вот пофоткаемся нано сразу цейк водичку поставь это сниму вот едем пофоткаемся хочу пофоткать какую-то эту дичь вот потом заедем в айки и возможно волмар так что я сниму вот такое полностью видео сегодня что мы делали куда заезжали что видели что смотрели я так понял вам интересны такие видео просто обычные дни что да как так что мы уже сели в машину и едем вот мы остановились на барладе потому что ребята броненосца с дорогой я запарковался раньше броненосца на дороге броненосец на дороге ребята пробует его бросить нет у меня нет ничего в багажнике чтобы чтобы его отвезти и тут у нас ничего нет не это черепаха вот отбросили черепаху и едем дальше вот такие да это черепаха вот такие флоридские будни ковриком для этого ковриком от машины ну вот видишь на какой машине ездит в америке на таких машинах не бандиты ездят не те кто вруют деньги вот честные люди добрые которые заработали выключаем на сжаб говорит что они опасные Ну так она же кусалась и за этот коврик хопалась Ну да Ее трогают, она себе ползет Она же не знает, что она вот На дороге, да Она ползет, мешает Вот Человек Хороший попался, помог ей Уйти назад Домой в кусты Ну а мы едем дальше Не хочешь ты подосты? Чего? Из-за культуры Ну, но ты никогда не носишь ее Ну так я ее не хочу просто носить, можно Я без зарплаты, значит, не буду платить за это Какую зарплату мне платишь? За блог Яку зарплату? Боже, да я ее бачила Я тебе снимаю видео, снимаю, а толку Нось Ничего, ни зарплата, ни пенсии, ни стипендии Ничего не маю Я вратаю, мы подкладываю Ага, подкладываешь На пенсию себе подкладываешь Так, мы уже в парку Или в парке Как правильно? В парке В парке А я в парку А Кто не сомневался? Въезд в этот парк 2 доллара стоит Очень хорошая погода Хотя влажность очень большая Так как вчера дождь был И сегодня так Утром был дождь Влажность очень большая Но на улице не слишком жарко Плюс 28 Так что жить можно В принципе, вот гуляем В футболках не жарко Но чувствуется уже Что лето уже начинается Так, вот там Ладно, поворачиваю тогда камеру На людей Хоть это на людей Их людей Она криво стоит Поворачиваю На дорожку Буду показывать вам Что здесь есть Ну а вообще мы хотим Я хочу Пофотографировать Каких-то букашек Может Олю Пофотографирую Если она захочет Букашек Главное Да Только вот Здесь в парке Нам не дали Никакой бумажки Где что есть Так что надо идти И искать какую-то Карту Вот здесь Нарисованы птицы Которые здесь В парке есть Журавли Херон Это журавль И там что-то есть Мужик что-то фоткает Так что Мне надо готовить камеру Настроить ее А то я не настраивал Вот это Никон 3000 Обычный Ну только объектив Я сейчас поменял На другой объектив На 55-300 Обычно видео я снимаю На этот Как она называется 18-55 Расскажи как вы чуть в аварию Не попали по дороге Ты что рассказывай Людям интересно Мудаки всякие ездят Ну вот расскажи Что мудаки Не только у нас На дорогах есть Но и здесь Да Здесь тоже хватает Мудаков Короче расскажу В двух словах Мы ехали По самой левой полосе Перед нами ехал мужчина Или женщина Непонятно Непонятно Мудак У тебя есть подозрение Что это женщина была? Вполне возможно Вот Мы ехали Перед нами Я не знаю Метра наверное 300 Там был светофор Он горел красным И там уже все стояли Мы еще не видели Этого всего Да Мы еще не видели Этого всего И там уже все стояли А этот ехал Даже не тормозил И у него машина Появлялось Если У него большая машина кто рассказывает я не поняла у него большая машина мы просто за ним не видели что там уже все стоят и что светофор красный да у него минивэн был и это самое и слева появлялась еще одна линия поворот налево был светофором и он не тормозя съезжал на эту линию а перед ним уже все стояли он уже в упор сразу перед машиной которая перед ним стояла он просто на ходу выскакивал с нашей линии влево и получается мы едем за ним там метров 10 сзади но как бы он он едет не тормозит мы едем не тормозим он съезжает а перед нами уже машина стоит а мы видим что там уже все тупо стоят короче я на сидушке пассажира начала искать педаль тормоза обеими ногами причем аж так искала что аж прям на бардачок за за это самое выскочила ногой не в этом суть суть том что ездят мудакие всякие что на дороже пизде есть идиот карточка скучно болото одну нету никаких сверей пока ничего не удалось мне пока сфотографировать вот там вообще полностью все в воде нету ничего нету что соткать здесь вот там observation tower есть то есть наблюдательная вышка она закрыта на реконструкцию сегодня не знаю может только сегодня может вообще долгое время нам не повезло я хотел туда выбраться чтобы оттуда сделать несколько фото но не сегодня ну ладно пока будем гулять будем включаться если будет что-то интересное сейчас мы пришли уже в тупик наши дорожки и вот там вот сверху на дереве сидит сова динка вот фоткает ее люди собрались посмотреть там вот она сидит красивая такая надо быть я говорю рыбу ловит шо ну наверно чекаю пока им быть и нашелся он реагирует вот там вот на каяках катаются люди или это это наверное не каяк это лодка где-то есть спуск можно приезжать со своей лодкой кататься вот только что мы встретили семейку черепах вам не знаю будет ли видно вот там прям из водки лежит дерево и на ней две черепахи большие а с правой стороны возле 2 черепахи что вообще почти возле воды там маленькая черепашка но она наверно сантиметров 10 величиной лежит на солнце греется и только что цаплю высунула свою голову из воды опять нырнула здесь такие интересные цапли есть они они плавают прямо под водой иногда просто не ну непонятно что там за фигня под водой что-то есть и такая голова раз вылезла черная раз-раз посмотрела по сторонам вдыхнула воздуха опять под воду оля белочку видела ой надо и фоткать капец и дыть я и и нету куда поставить я вам поставлю так не хочет белка у оля с рук кушать на дерево у нас здесь на этом а вот сидит да медленно попробуем пройти не она уже уже наверх поскакал не не вот хвост есть вот не знаю будет ли вам видно что-то там еще есть а вот сейчас мы увидим аллигатора ого ого найс лежит прямо на этом лежит на бревне на подержи все вылезли погреться на солнышке вот ну и это не зоопарк это обычный парк озеро болото построены тропинка для людей ну и 2 доллара берут за то чтобы вернуть деньги за эти тропинки я так понимаю это не ничьё не частное это государственное штатное вот вот столько жизненности в америке кто-то мне когда-то казалось что в америке там сплошные стоэтажки асфальт и заводы что-то еще что природы вообще нет здесь здесь кроме природы практически ничего и нет ну видишь все получается судят по америке по нью-йорк на самом деле нью-йорк это очень-очень маленькая часть этой америки я где-то слышал статистику смотри как заросло я слышал статистику что в америке 80 процентов земли просто не освоено я так понимаю что этот парк это получается относится к освоенной земле потому что здесь вот построили дорожки вот кто-то бутылку выбросил пластиковые есть быдло и здесь которые выбрасывают после себя мусор но хорошо что хоть это не есть такое встречается не часто идем дальше смотреть еще каких-то тварей мы взяли с машины воды попить и думали подойти вот сюда к туалетам выбросили оказалось тут не просто туалет туалеты а вот такой информационный центр туалеты здесь есть но здесь вот информационные центры мы зашли посмотреть здесь как раз разговаривали про ту салу мы посмотрели на ту салугу здесь даже ее фотографии есть везде ну вот может не та же самая но это же вид здесь интересная разная информация есть карты такой стенд вообще с разными аттракционами и исключениями которые здесь есть в окрестностях ну а здесь такой типа музей ух ты класс здесь вот рыбы которые здесь водятся бас ну и ротяка посмотри какой бас это этот угарь наверное птицы это чучело да это чучело макет игл игл орел ястреб орел орел игл да точно по моему игл это ястреб вот такой небольшой а вот вот это интересно ядовитые змеи юго-востока коралловая змея диамантовая гремучая змея такие у нас есть этих вот в Флориде нет вот здесь карта ареал обитания еще одна раттлснэйк гремучая змея вот эта гремучая много у нас здесь ядовитых змей птицы совы утки черепашьи панцири вот так вот вот этого я здесь не ожидал увидеть я думал просто парк будет о оль дикие трюльки а ну покажи покажи прикол следы в песочке можно следы ставить сразу можно стереть подожди подожди прикол а написано что что это ну а вот номера вот вот оно как делается там то есть это типа угадывать вот допустим вот берется 11 номер и раз 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 какая-то да ну и поднимаем а скунс прикольно да такая игр такие вот это видимо индейцы которые когда-то здесь жили на этой территории наверное сейчас живут только не сейчас такой фигнё не страдают у них казино они по-другому сейчас зарабатывают себе на жизнь а вот вот он а ну все равно здесь нету этих дорожек здесь нету карты вот мы думали может карту найдем но карты но карты нету ну идем значит так в слепую посмотри есть карта нет запись какие-то волонтеры наверное идем выходим сюда вот так прикольно я не ожидал такого увидеть ну как обычно есть фонтанчик и с водой вот детвора пьет на велосипедах катаются люди ну вот вот туда так же только мы мы прямо в прошлый раз пошли сейчас повернем на на лево вот идем еще раз один круг обойдем так как мы еще не все тропинки прошлись не по всем тропинкам там сказали что та сова которая сидела наблюдала там парень рыбу ловил и он как поймал она просто спрыгнула и схватила украла у него рыбу вот она сидела выжидала когда он поймает рыбу нашли мы интересный фон для фотографии вот такие пальмы и вот Оля там сидит я только что ее пофоткал сейчас она будет меня фоткать так что я убираю камеру проверяем что там вышло фокус есть самое главное есть вот так такое интересное место для фотографии если бы я еще умел фотографировать хорошо было бы еще лучше ну и так нормально идем уже к машине дальше едем в Айкию там покушаем вкусняшек в Айкия я снимать видео не буду ну как бы не буду снимать что почем просто прогуляемся так покажу как вообще Айкия организована ну а что почем заходите уже на сайт Айкия если вам интересно поехали в Айкию как еще в 30-х годах говорили Ильф и Петров что в Америке продают сон а не кровать вот матрас за тысячу баксов я готов здесь спать просто сейчас не знаю